Сложно. Это Лайфтиллер. И это беззубно. Это упор на линию. Это упор на линию. А что делать? А как он убивать будет? Спокойно подконтролят рунки. Да, 1-1 должно быть по идее. 3-1 получается. Ничего себе. Спирит на одном больше забрали. Неплохо. Мира нашел Торонтича. Сместительный пункт. А вот и ФБ возможно. Мипошка. Парочка ударов. И сейв забирает себя Феррусблат. Я тоже не смог здесь разменяться. К сожалению, придется самому отойти. Протратил стики. А может быть под сейв будет? Яторо успеет ли среагировать? Видит сейва. Подкоп дотягивается. Летит Кунка. Палец залетает. Яторо погибает. Не успевает. Кастовано. Да, Ларла пытается добить. Лассо залетает. И Ларл все еще живет. Здесь уже коллапс. И проблемы теперь у Миеро. Миеро должен погибать. По идее возвращает обратно на кресте. Добивает его. Там Мипошка полетел еще куда-то на бетра. Ну да, Лассо-то в активе есть. И может забирать здесь Найфола. Ну не. Это был Ratched Bout. Легендарный, конечно, Егора. Идеалыч, к сожалению, сыграл. Это очень важное решение. Важный предмет скоро появится также для Леона. Плюс он получает еще и левел. Тоже немаловажный момент. Лассоу, Лассоу. Вывозят у нас Торонто-Токио. Но Липе пока что спасает жизнь. Крест. К сожалению, от него невозможно убежать. И погибает все-таки Торонто-Токио. Но это всего лишь саппорт Мирана. Экшелент тоже начнется по карте. Экшен, да. Ждем. Там есть скан. Видишь, что кто-то есть. Этот кто-то, Мипошка, здесь притаился. Выпрыгивает он. Это ошибка. Да, есть план перехват со стороны команды ББ Тима. Мипошка его не переживет. Неплохо сыграно. Ну да, при этом реализовали, конечно. Время реведж ми. А там спортбергли заходит Ларл. Подцепили, подцепили. Увозят Найтпола. Найтпола спасти некому. Возвращает под корабль. Это минус лайфхили. Дальше, дальше нужно искать, ребята, хоть кого-то. Тут Миры. Миры. Миры выживают. Пока что пытаются съесть Ларла. Не получается. Работает Юл. Ларла. Кидает туда-сюда. Много контроля. Коллапс. Прямо в упор врывается. Отличный реведж. И теперь проблемки огромные у Найтпола. Пытается выжить. Хоть как-то отхилиться. Коллапса в это время добивает сейв. Но это не страшно, потому что погибает также Найтпол. Нужно еще попробовать сейва добить. И сейв тоже не выживет в этой ситуации. Даблкил. Оформляет Коллапс. Кто следующий? Коллапс бежит. Блинкдаггер есть. Можно прыгать. И этот кто-то Мейера. Мейера на Скьювере улетает. Но сбить. Шарда нет. Шарда куда? Ай! Да, набивает! Хорош! Вот это! Ну, как по мне, стратегия... Ну уж простите, что я опять выражаю свое мнение, да, здесь. Но мне кажется, плохая. Погибает Торонто Токио. Снизу в очередной раз. Это фраг для коллапса. Мега килл, кстати, зарабатывает Тайтхантер. На ноль, да, пока? И сделать ТП, но не тут-то было. Похоже, это смерть для Магнуса. И параллельно. Но в миде могут подцепить, кстати, и его. Он идет навстречу прям своим бывшим тиммейтам. Здорово, говорит Мепошка. Давненько не виделись. До свидания. Довольно быстро забирает. Ну, лучше он, чем, как говорится, кто-то другой, да, засмок. Тем временем все. Теперь можно с Гемом играть. Быстрее беги. Но не тут-то было Юл останавливать в итоге Кентавра. И, скорее всего, Найтхоп выиграет время, но погибнет. Мепошки проблемы. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! БКБ жать, бежать! Там Миро уже готов был как-то помочь. Найтполо просто катит. Хроносферу нажимает Етора. Но оно того стоит, опять же. Почему бы и нет? Ну, надо было, мне кажется, все-таки ранее. А, это минус сторона. Потому что 80 секунд не будет. Это, конечно. Собирает ее так же. Находят здесь Вижн со стороны ББ. Подкопали в очередной раз Войда. Но не могут помешать ничего. Никак не могут помешать ББ. Пушить сейчас Team Spirit. Даже, несмотря на то, что они вчетверов. И нужно... О, нет, ошибается Миро. Не увозит Етора. Есть РП. Ладно, окей. Коллапс хотел его увезти. Хоть как-то перепрыгнул. Но как же быстро Магнус закончился. Буквально с двух ударов. Трое-что он залетает. Неважно, это уже такое. Постфактум, после вкустия, после драки. Но в итоге замеса финального так и не получилось. Лассо, лассо, лассо. Где-то залетает от Мипошки. Вывозит сейва. Сейв погибает и так же без байбека. И, если честно, я разочарован окончанием первой карты. Ну да, слишком в сухую, я бы так сказал. Всего лишь 18 киллов. Мы увидели, наверное, 3-4 файта. Ятора просто дисконнект написал после того, как ГГ написано у оппонентов. Но явно не то, что мы ожидали. Я думаю, что и спириты не ожидали, и сами ББ, возможно, не ожидали. Потому что, ну, вес уже плох. ДК тоже неплохо, ладно. Но яйцо бить. Все. Фри панга для Ларла. Поехали. Фри панга? Фри панга. Кстати, в Enigma. Да, да, вообще фри абсолютно. Какой ты, дядь, проверял? Я тебя проверял. Их, ты уволен, да? По итогу. Ну что, Ларри? Ну что, мы засмотрели все пропустим фанга? Да, мы засмотрели с тобой, заговорились. Какой герой нужен? Активный шторм? Жадно будет, нет? Или нормально, нормально на самом деле? Просто ты пакость сейчас не особо хочешь брать. Пакость не хочешь брать. Потому что есть... А кимбера ты сам забанил. Здорово. Героев не осталось. Что? Все-таки здорово. Это не самый лучший пик. Что, может переобуешься? Нет, да я даже за спирита. Также за спирита? Да. А ты также за ББ. А вот тут я считаю, что драфт на самом деле ББ лучше. БКБ контроля нет. Это Глор, я понял. Ты вот в начале что говорил? Надухарился. Да я сейчас за ББ. ББ сейчас здесь разыграют. Ларва видит сейв, а сейв видит Ларва. Искра, буря, но тут нет. Да какая искра, буря, за что ловить? Вот здесь вот коллапп. 3 в 1 опять руны. Но за счет стана, да, переиграли. Здесь Торонто Токио еще Миру побьет. Батону. Мне кажется, Торонто больше любит не насыщих персонажей. Просто смотрю на линии, как бы такой... А он умрет сейчас. Что он терпит, да. Потому что Мира делает, что хочет. Избивает его, вот он спрятал его. Но вот коллапп закидывает стан, подкоп. И... Да, гранатка залетает. Стики не хватает, похоже, урона. Под вышку до конца бежит коллапп. Еще один удар, да, теперь хватает. Но этого не стоит, по-моему, на самом деле. Да нет, почему он живет? Вроде регены хватает. Не стал тратить ману, да, все правильно. Проще, на самом деле, наверное, дождаться третьего. И попытаться ли сейв, недалековато ли зашел. Яд! Ну, тостнул как раз-таки под вышку Итора. Тот тратит рейдж, но правда ему очень больно. Итора погибает. Вот чего ждал сейв. Вот почему не нападал, да. Да-да-да, то есть он действительно дождался. Так-то у него был бы в ланчик удал, если бы... На будущее. Да, сторон, то есть... Нападение от коллапса. Вместе с Мирой пробили немножко снова Найтфолу. Но опять же, за счет того, что есть Варкрай, за счет того, что под вышкой стоишь постоянно, пробить сложновато. Сверху Мипошка дерется вместе с Иторой, погибает сам. Мьера пытается улететь. Хватит ли урона? Нет, урона не хватает, чтобы сделать размен. И счет становится 2-1 в пользу ББТ. БС не стоит даже на лоу-хп. Это правда. А тем временем в миде попытка... Кто не хочет сделать ГПК? Непонятно. Вот Ларла можно подпробить. Выходит Армута Токио. У Ларла-то нет все еще шестого. Он не может улететь. Залетает гранатка. Там Тини также с другой стороны. Ларлу очень больно. Два сакаеда на нем. И нужно добивать. Ларл погибает. Отлично. Следующий на очереди может быть Мира. Мира. Стики прожимает. Пытается убежать отсюда. Тос от Тини залетает. Мипошку выкидывают обратно. Он уходит на Икарусдаве. Но, к сожалению, Мира так не может. Он также отправляется в таверну. Мир. Я видел, что это на постоянной основе. Кто-то из саппортов приходил там или Скоров пытался не отдать просто. Но нет. На ГПК два героя. Или тут Ромникова напал. Ларл перекликал Руну. Сто его проблемой. Эйф. Да. Есть Тос. Убегает сейф отсюда. Торонто рядышком спрячет. Наверное, если что. Есть приаталка. Подкоп не залетает. И теперь проблемы могут быть у Миры. Мира со всех ног бежит. Но долетает Поленция. Залетает стан. Есть ТП. Но урона должно хватать. Да, это чистый фраг для ББТ. Тем временем Найкс нажал в топе инфест и приехал. Сверху. На Миры нападают. И у Миры проблемки. Вряд ли выживет здесь он. Да. Таверну отправляют. Самый важный вопрос. Зарядил ли пальчик Леон? Потому что очень долго забирали Энигму после Фингера. Зарядил этот опс, который стоял до этого, на котором они показывались. И смог ответный. Да. Да, нападают на Миры. Летит Комета Смерть. Я видел Орла. Подхоп залетает. Синий страхует неплохо. Но все-таки Миры погибает сейва. Тоже, видимо, не отпустят здесь. Миры присасываются к нему. Не Миры, а Миры присасываются к нему. И не отпускают. Также его минус 2. Без размена. Пока так. Ну, Вичблэйд есть. Блинкдаггеры есть. Все вроде есть в наличии. Пока желания нет у Team Spirit идти вперед. Они продолжают фармить. Да, мне кажется, нужно запушить топ-пачку. В моем понимании, Игги тонулся в бот для того, чтобы открыть вышку. Но там уже три героя почти команды ББ. Я вижу, что они подтягиваются друг к другу. Да, уже летят все туда. Да, да, да. Драка намечается. Nightfall на линии бежит. Спрятался Мипошка. Его пока что не видно. Пока не видно. Теперь он показался. Будет ли врыв. Есть яблэш. Мипошка не успевает уйти на Икару Зави. Есть тост. И его буквально с двух ударов отправляют в таверну. Только я хотел похвалить Ялика за то, что он не показывается на этой пачке. Показался он. Ну, слава богу, что не похвалил. А то, в общем, тебя уже захейтили. Одним глазком посмотрел на эту пачку. А ты не смотри больше. На солнце можно посмотреть телескоп дважды, да? Чем он глазом. Не, ну, смотря какой. И знаешь, сразу в два глаза, который... Ну, да. В бандшотинг. Кстати, виздом руна не забрали ребята. Потому что не с долгим БКБ будет. Клэйту там 6 секунд. А дальше что делать потом? Любой стан, дизейбл, что угодно в тебя залетает. Это ты погибаешь. Ладно, это все риторика и прочее. Но Яторо уже практически с Рейдинсом. Да. И у него дела наладятся. Обидно смотреть на Шторма в роли догоняющей позиции. Там топ-5 верхов. На Миру нападают. Торонто, Токио рядом. Мира не выживет. Никогда забирают его. Но это только саппорт. Слушай, интересно. Два шарда появилось быстро у команды Спирит. То есть у Феникса и у Леона. И можно как-то это реализовать. То есть весь Натворс как раз таки в активных способностях. И нужно что-то с этим делать. Либо выдать. Особенно против Свена. И особенно против Свена. Важно бить просто в драку. Потому что там смог наконец-то расчехили. Да, да, да. Выходит сверху сейчас ББ по лесной кромке, лесополосе. Где-то Сейва хотят или нет. Нет, хотят Ларла забрать. Ларлу может быть больно. Санрей вовремя залетает. И он пока что живет. А здесь уже коллапс. Выдает стан по-троим. У Сейва огромнейшие проблемы. Он не выживает. Есть Блэк Холл. Кому-нибудь сбить бы хоть как-нибудь. Коллапса разрубают напополам. Но это только смерть. Его нет. Забирает еще и Ларла. Минус 2 хора, кстати, неплохо. А где? Где Етора? Етора пытается Найт Фолла догнать. Найт Фолл просто бежит. А контроля не хватает на развороте. Накидывает Торонто Токио. Забирает Мирус. Стан залетает уже в самого Етора. Разворачивается Найт Фолла. Скрайне получить фрибет 3000 рублей от наших друзей из Винлайн. Используйте промо-код Парадоса. Наслаждайтесь игрой. Остальное за Винлайн. А тем временем нападение на Коллапса. Закидывают в Найт Фолла. Коллапсу очень больно. Блэдмейл стампит. Пытается убежать отсюда Кентавру. Еще выдает стан. Помансит какое-то время. Да ладно. Неужели на блинке уйдет? Эх, нет. Блан перехвата у ГПК сработал быстрее, к сожалению. И Коллапс погибает. Да, на самом деле, ребята. И как они реактят быстро? Да, очень жестко реактят, я бы сказал. То есть предыдущая как не спастись. Но смог атака. В сторону Мейера идут. Только Б есть. Успеет ли нажать Мейера, вот вопрос. Не знаю, хочет ли прыгать Коллапс. Коллапс прыгает. Есть тан. Добираются до Мейеру. Есть Блэкхолл. Но он его унажал перед смертью. Что? Самбит еще есть. Можно отчезить Торонто. Но у него есть инвиз. Ой-ой-ой. До Торонто. Тут два сейв ТП сразу же делают. Торонто находят под вышку. Не стесняются нападать им. Спирит под коп залетает от сейва. Пытается жить. Неплохо засосала Едора. Едора погибает. Врывается Ларл. Стягивает под Санрей. Пытается хоть как-то жить Коллапс. Но как же больно наваливает Найтфолл. Взрывается Супернова. Разворачивается ББТ. МГПК улетает. Летит Ларл. Находит Свена. Но получает стан от Миры. Боже мой. Как они играют? Боже мой. Они так ли пугают? Это жесть. Как же они друг друга прикрывают. Ларл врывается на ГПК. Набегает Коллапс. Все биты у Тим Спирит. Но живут. Забирают еще и Драгон Найт. Это Тим Вайп. Боже мой. Вот это замес нужен. Повтор. На Шторма плюс Найкса. И тогда уже не до шуток будет. Вообще Блэк Холл конечно грозное оружие при дефе. Особенно хайграунда своего. Но видишь Шаеги заканчивается. Смог разбивается. И Спирит идут в атаку. Но они хотят кого-то найти. Потому что... Кого-то видели краем глаза по-моему. Если не ошибаюсь. Или нет. Нет. Не увидели. Они видят на Варде. Они видят на Варде Мьера. Мьера чуть левее. Да. Бежит на Мира. Дотягивается до него. Истекс. В Ларл палец туда же. Довольно быстро забирает Энигму. Без Байбека. Между прочим. Миди еще может быть. Кого-то поймает Мипошка. Ну ладно. За счет чего он ловить будет. Как же вжалясь. Идет вперед Ларл. Ничего не боится. Запрыгивает прямо под Вингейт. Всех показал. Найтфолл не успел среагировать. Есть подкоп. Рываются на ГПК. Закидывают туда. Также Леона. ИГБК погибает. Мира живет. Не успевает Найтфолл. Никого забить. У Найтфола нет ХП. За ним в погоню Ларл. Едора даже не вспотел. Он как прыгнул в этого Ларла. Убрал руки от клавиатуры. Говорит давай. Дерест. И также добивают сейва на Вишенку. Комнично говорил мне о том, что у Кентавра появился Лотус. Так вот этот Лот. При нападении. Или БКП убегаем. Драка-драка может быть. Коллапс. Прорывается не самая лучшая цель. Возможно уроны под блок. Колл закидывает коллапса. Но снимает только половину ХП. Но Найтфолл врубает кнопки. И отыгрались конечно на... Теперь ему попроще будет взрывать. А тут просто спартанец будет вам бить базу. И что вы мне сделаете? Лотус висит. Не хочется нападать. Да и как напасть непонятно. Продолжает бить Бараки. Минус Т3 уже. Ларл в позиции. Мипошка тоже. Вся команда просто смотрится. Команды с двух сторон смотрят. Но есть баскетбольная подача со стороны сейва. Влетает Супернова. Сразу же прожимаются все кнопки. Поймали. Поймали Мьера. Прячет его Торонто Токио. Но Мьера скорее всего не переживет этого нападения. Он погибает. Есть бай. Нужно наверное нажимать. Возвращаться. Байбэк есть. В это время врывается Найтфолл. Начинает бить Етора. Етора далеко. В рейдже пытается убежать. Но у него и гиды. Ему плевать. Он еще армлетом играет. И выигрывает пока что. Тосс от сейва. Возвращает обратно коллапс. Он пытается... Ларл ворвался. Как же шикарно. Туда же сейв накидывает. Где же Блэкхолл? А вот и Блэкхолл на месте. Коллапса засасывает Етора туда же. Етора пытается драться. Заканчиваются ресурсы. Но также ресурсы заканчиваются у Спирит. Убегает Етора. Получает стан. Отпущены его. Подскопали Смэна. И вот он Ларл возвращается обратно. Найтфолла снова прячет Торонто Токио. Найтфолл живет. Пытается убежать. И он выживает. Еще один врыв от ГПК. Но нет. На этом драка наверное закончится. Нужно добить хотя бы барак или нет. Меняет телепорт. Осталось до ульта Энигмы. Это понятно. Но падает барак. Стампит нажимается. ГПК бросается в погоню. Есть Тос. Найтфолл. Но Найтфолл здесь. Етора пытается пробить. Етора принимает бой. Где же Блэкхолл? Где же Блэкхолл? Он кд 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. И можно ловить. Кого-нибудь из саппортов хотя бы. Ребят, неужели никого не поймаете, не накажутесь? Боятся. Ларл уходит. Етора видит. Не знают на кого нападать. Здесь уже Коллапс набегает. Набегает Мира. Ребята, вы будете нападать или нет? Коллапс сейчас сам ворвется. Кидает Коллапс. Они прямо Блэкхолл. Коллапсу больно. Коллапса забирают. Окей. Но дальше-то что? Дальше надо Сейлл забирать, потому что он не летел до кграунда. Сторм врывается. Стягивает двоих. Поймали Найтфолл. Еще один Блэкхолл. Хорошо. Етора засосала. И забрали Аегис только. Дальше. Дальше. Что нужно делать? Разорвали Феникса. Феникса. Етора. Скорее всего, его будут кайтить. Есть Рейдж. Есть Байбек. И Ларл возвращается. Коллапс уже в драке. Хотя до конца идти Тим Спирит, судя по всему. Но пока что ББ справляется. Еще один тост на месте. Правда, Етора подкоп. Как же Мира высасывает здесь из всех. ГПК нажимает Блэкхолл. Блэкхолл. Господи, БКБ. Я уже все перебрал. Скорее всего, погибнет здесь Леон. И это еще не конец. Етора на развороте за ГПК. Ларл врывается. Добирается до Найтпола. Его заталкивают на хайграунд. Не могут до него добраться. На развороте у Етора. Теперь проблема. Еще один тост от Сейва под Т3. Етора нажимает БКБшечку. Начинает грызть Найтпола. Найтпол не знает, что делать. Найтпол бежит. Очень мало ХП. Ларл стягивает двоих. Как же сейвит Торонто Токио. Моменты эти. Боже мой. Байбек от Найтпола возвращается обратно. ГПК забирает. Нужно тоже нажимать байбек. Он его нажимает, не думая. Но это еще не все. Сейва пытаются на сину. Он уходит на блинке. Буквально между... Делают нежно ХПБ. Это тоже правда. Вот и все. Торонто. Ну, Торонто. Находит его Ларл. Есть кекс. Врывается гола. Встан по двоим. Сейва тоже засосала. И они погибают. У сейва-то байбека нет. Гем лежит. Ой, жесть. До этого, судя по всему. Да, на гем плевать. Опасно подходить. Нужно держаться на ГПК. Нет, Етора в итоге пока что бьет Т3 просто. Какую позицию занимает Ларл на самом деле? Да, да, да. Это будет неожиданно. Есть блокхолл. Врывается на Етора. ГПК также. Ларл ждет. Выбивают жизнь из ГПК. Еще два блокхола сделали. Окей. Поймали Коллапса. И вот он Ларл. Прыгает вперед. Коллапса так и не забрали. После байбека возвращаются игроки. Тим Спирит убегает на Этфолл. Потратил все кнопки. Нажал БКБ на отступление. Мейера тоже пытается убежать. Его вроде как отпускают. А вот, к сожалению, Торонто Токио нет. Он отправляется в таверну на 110 секунд. И не имеет возможности сделать байбек. Падает Т3. Короче, Мепошка хотел засейдить Ятора в Блэкхолле. Но у него Кастрэнджа не хватило. Он взлетел. А там барак. Торон уже почти упал. Каким образом. И клипа нет. Что вообще происходит? Етора в рейдже. Просто Трон. Грызь, кусать его. Не знаю как. И что надо ставить? Да, запрыгивает у нас. Но не успевает ничего сделать Фениксу. Падает Трон. И ГГ. На этом заканчивается это противостояние безоговорочной победы Team Spirit. Но, мне кажется, это не жирная точка вообще ни разу. Нужно еще одну серию провести. Я не понял. Ну, с заходом на хэграунд действительно были какие-то проблемы. Я вот что хотел сказать. Как раз таки вот я упомянул тот момент, что Феникс может запокапить с этим яйцом. Потому что Кастрэнджа не хватает. Он действительно хотел дважды засейвить. В итоге он засейвил только Кентавра во втором блоку. После второго блоку. Ну да, да, да. Я видел. Ох, тяжелое, конечно, решение было здесь с Spirit заходить на хэграунд. Но они справились. Молодцы. И, судя по всему...